Слово представителя доклада представляется Денису Борисовичу Дегтярёву Кандидат в медицинский наук Научного консультата Российского комитета рабочих Преподаватель здравственного университета фонда рабочей академии Здравствуйте, товарищи! Тема моего доклада – забастовка как средство реализации права работников на объединение Александр Владимирович подробно осветил все шаги, все этапы, которые должен пройти коллектив На пути к заключению коллективного договора Один из этих этапов – это забастовка Но забастовка – это не просто какой-то элемент борьбы Это вообще-то на самом деле главное оружие профсоюза И это его, так сказать, боевой ударный кулак С одной стороны С другой стороны И сейчас мы это знаем Забастовка уже признана неотъемлемым правом любого работника Это закреплено в международном законодательстве Это закреплено в законодательстве большинства стран Там, где это законодательно не закреплено, допустим, как в Германии Это закрепляется судебными решениями Это закрепляется по прецедентному праву И в нашей стране, как вы знаете, право на забастовку записано в Конституции Вроде как с правами у нас все хорошо Каждый имеет право на забастовку Но не каждый может бастовать Как в свое время говорил Чернышевский И Михаил Васильевич все время приводит эту цитату Потому что каждый может есть на золотом блюде, если оно у него есть Даже если не брать то, что в России И значительное количество профессий и работников И даже целых отраслей, где работники не могут бастовать Например, авиация гражданская Все структуры, которые обеспечивают полеты В том числе авиадиспетчеры Это железная дорога, все практически работники железной дороги Это работники сферы здравоохранения в большей степени Это неотложная помощь, это госпитали и больницы Это все, кто работает в сфере энергетики, теплоснабжения, атомной энергетики и так далее То есть все, что связано так или иначе с жизнеобеспечением Все эти отрасли в нашей стране под запретом забастовки Это закреплено в законодательстве Но остается вроде как еще достаточное количество отраслей и областей Где не нужно бастовать Почему нужно бастовать? Потому что понятно, что положение работников в современной России достаточно тяжелое И есть за что бороться, есть за что бастовать Это и низкая заработная плата Это и чрезмерно длинное рабочее время Это вредные и опасные условия труда То есть борьба должна идти Почему же мы не видим значительного количества забастовок? И по официальной статистике их крайне мало А если взять статистику неофициальную, так называемую То при ближайшем рассмотрении оказывается Что большинство из этих забастовок Забастовками не являются В строгом, так сказать, в научном смысле и в смысле законодательства Почему они не являются забастовками? Ну потому что, например, они связаны с невыплатой заработной платы Это не забастовка, это приостановка работы в связи с невыплатой заработной платой Но, тем не менее, зачастую вот эти события Они подаются тоже в средствах массовой информации Как забастовка На самом деле, конечно, ни о какой забастовке здесь не идет речь Но это, если это не носит индивидуальный характер То это коллективные действия Как вариант для достижения своих интересов Голодовки Тоже нельзя назвать Стихийные митинги какие-то Выступления Прекращение работы Зачастую связанное с какими-то вариантами насильственных действий По отношению к имуществу или представителям работодателя Вот это встречается, опять-таки, в каких случаях? Когда есть невыплата заработной платы Мы знаем эти эпизоды Заканчивается это, естественно, не победой работников Это заканчивается не достижением своих целей Не улучшением их положения Заканчивается для них ухудшением Если человек голодает, он теряет здоровье Если человек совершает противоправные действия Он подвергается преследованию по закону Почему же все-таки работники Предпочитают действовать именно таким образом А не разрабатывают проект коллективного договора Не добиваются его осуществления в процессе Вернее, заключения в процессе трудового спора И не идут на организованную забастовку Для того, чтобы этот договор заключить И получить желаемое Почему это происходит? Оказывается, что при анализе российского законодательства И анализе реальной ситуации с профсоюзами, с забастовками То, что декларированное право на забастовку Остается на бумаге А реальная процедура объявления и проведения забастовки Настолько законодательно усложнена Что в условиях современного российского бизнеса Она становится очень трудной Если не сказать невозможной И здесь действует ряд ограничений О которых я в последствии расскажу Но перед тем, как рассмотреть эти ограничения Мы должны составить понимание о том Что вообще такое забастовка И почему она, именно забастовка Важна для работника Почему право бастовать Сейчас признано неотъемлемым правом И это закреплено, кстати, в европейской хартии Прав человека Потому что забастовка выступает Прежде всего, как реализация права работников на объединение Если работники объединяются Но не могут отстоять интересы этого объединения Не могут отстоять интерес своей ассоциации То право на объединение Оно является ничтожным То есть оно не может быть осуществлено А объединение в ассоциации Для защиты своих интересов Это уже базовое То есть если право на забастовку Это право второго уровня То право на объединение Оно является базовым, основным Правом человека Согласно конвенции МОД номер 87 От 1948 года Работники и работодатели Без какого бы то ни было различия Имеют право создавать По своему выбору организации Без предварительного на то разрешения А также право вступать в такие организации На единственном условии Подчинение уставам этих последних И статья 11 этой конвенции требует Чтобы все страны Которые вступили Которые дефицировали в эту конвенцию Они должны гарантировать Работникам и работодателям Свободное осуществление Право на объединение профсоюза И действительно в законодательстве Российском это закреплено Закреплено это в 30 статье Конституции Каждый имеет право на объединение Включая право создавать Профессиональные союзы Для защиты своих интересов А также гарантируется Свобода деятельности Общественных объединений И федеральным законом О профессиональных союзах Их правах и гарантиях деятельности То есть право создавать профсоюзы Реализовывать Вступать в них Заниматься профсоюзной деятельностью Выходить из профсоюзов Реализуется свободно Без предварительного разрешения Ну вот мы создали профсоюз Мы объединились Создали коллективный договор Написали его И пошли к работодателю И как совершенно справедливо заметил Александр Владимирович Работодатель этот коллективный договор Совершенно смело игнорирует Почему он его игнорирует Потому что для того Чтобы просьба превратилась в требование Вы должны иметь возможность Показать свою силу То есть профсоюз Или другой представительный орган работника Но мы говорим о профсоюзах Как наиболее сильной Профессиональной организации Если у него нет права на забастовку Если он не может прекратить работу Он не имеет возможности воздействовать на работодателя Потому что работодатель изначально Более силен экономически У него есть ресурс административный У него есть ресурс Денежный И так далее То есть он контролирует Само производство Контролирует выплату заработной платы А работники Они находятся от него в зависимости И Справа на забастовку Оно должно уравновешивать Вот это Неравенство сторон Но На деле Особенно это относится К России Относится именно К нашей ситуации Локальной Право на забастовку Настолько ограничено Что Работники По сути дела Оказываются В положении Коллективных просителей И мы видим Что формы Такие формы Как коллективное Просительство Коллективное Попрошайничество Оно Чрезвычайно Распространено Помимо тех форм Протеста Так сказать Которых я уже говорил Мы постоянно Видим Обращение К президенту Обращение К другим Каким-то Властным структурам Записанные Так сказать Лица сотрудников Помогите Спасите И так далее Что это такое Вот это как раз Проявление Так называемого Коллективного Попрошайничества Когда Люди Не могут Так сказать Предъявить Требования Вместо этого Они смиренно Просят Чтобы Так сказать Удовлетворили Их скромные Нужды Коллективное Попрошайничество Это не просто Так сказать Такая Фигура Речи Оно даже Закреплено Например В определении Федерального Суда Под родовым Спором Германия 10 июня 1980 года На основании Данного Конфликта Интересов Коллективный Трудовой Спор Без Права На Забастовку В общем Может быть Ничем Иным Как Коллективным Попрошайничеством Что происходит Почему Действующая Российская Законодательство Значительно Ограничивает Право На Проведение Забастовки Во-первых Если мы Говорим О Заключении Коллективного Договора И О Том Кто Может Представлять Работников В коллективном Трудовом Споре То мы Знаем Что это Профсоюз Который Объединяет Более Половины Всех Работников Предприятий То есть Достаточно Крупная Организация Эта Норма Появилась Сравнительно Недавно В 2002 Году До Этого Возможность Представлять Интересы Работников Была И У Более Мелких Профсоюзов Была Возможность Представлять Интересы Работников Так Назваемым Альтернативным Профсоюзам И Они Пользовались Этим Правом И До 2002 Года Был По сути Дело Такой Расцвет Этого Альтернативного Профсоюзного Движения Имеется Ввиду Те Профсоюзы Которые Были Вновь Созданы А Не Сохранились Со времен Советского Союза Но Тем не менее После появления Этой Нормы Резко Ограничилась Возможность Этих Небольших Относительно Но Боевых И Энергичных Профсоюзов Заточенных Именно На Интересы Работников Помогать Помогать Работникам В заключении Коллективного Договора И Соответственно Ставив Прав Следующий Момент Даже Те Профсоюзы Которые Охватывают Более Половины Работников Они Вынуждены По сути Дело Дважды Обращаться К Работникам Александр Владимирович Говорит О том Что Дважды Не Дважды А Трижды Может Быть Четырежды Но Я имею Ввиду Следующее Работники По сути дела Должны Принять Два Таких Кардинальных Решения Первое Это Когда Они Делегируют Право Заключения Коллективного Договора И Право Вести Переговоры С работодателем Профсоюзу И Относительно Скажем Так Ну Это Не Выглядит На первом Этапе С чем-то Таким Угрожающим Интересом Работников И Соответственно Сравнительно Легко Может Пройти Профсоюз Если Профсоюз Уже Есть Если Он Действует Работники Говорят Да Пожалуйста Мы Вам Отдаем Полномочия Действуйте Мы За Вас Но Потом Наступает Следующий Этап Это Этап Коллективного Трудового Спора И Вот Здесь Кроется Очередная Ловушка Законодательная Дело В том Что Профсоюз Которому Работники Вроде Как Уже Делегировали Право Вести Коллективные Переговоры Они Его Уполномочили Он Является Представителем Коллектива Когда Речь Заходит О том Что Нужно Объявить Забастовку Законодатель Говорит Нет Ничего Подобного Вам А вот Привести Свой Главный Аргумент В споре С работодателем Вы не можете Самостоятельно Вы должны Это Должны Сделать Сами Работники То есть По сути Дела Идет Повторное Обращение К работникам И Теории Конечно Это представляется Все Красиво Что К работникам Пришли Они Водушевились Как же Так Вот Нас Работодатель Ущемляет И Поэтому Мы Готовы Да Давайте Объявим Забастовку На деле Это Оказывается Совершенно По-другому Это Решение Для Каждого Человека Решение Другого Уровня Потому Что Есть Риск Того Что Во-первых До Забастовки Дело Не Дойдет А Ты Уже На Нее Подписался Раз Второе Есть Риск Того Что Забастовка Будет Объявлена Незаконной Да Ну И Так Скать Никто Не Снимает Возможности Того Что Работодатель Надавит Даже После того Как Забастовка Пройдет И Какие-то Результаты Будут Достигнуты И Поэтому На этом Этапе Опять-таки У людей Появляются Сомнения Я думаю Что Те Из Вас Кто Работал Реально В коллективах И пытался Заключить Коллективный Договор Они с этим Явлением Сталкивались Наверняка Причем Иногда Это происходит Даже на этапе Собственно говоря Даже предъявления Своего проекта Коллективного Договора Еще до того Но Тем не менее То есть Резюмируя Вот эту Вот эту Часть Своего доклада Я хочу Сказать Что Профсоюз Оказывается Изначально В слабом Положении Именно Из-за Особенностей Российского Законодательства Он не Может Самостоятельно Объявить Забастовку Голосование Должно Проходить Либо На собрании Трудового Коллектива Либо На Конференции На собрании Должно быть Больше Половины Работников Ну вот Представим Себе Ситуацию Когда На современном Каком-то Предприятии Где Даже Из цеха В цех Людей Не пускают Собственно говоря Нужно Собрать Половину Всех Работников А если Предприятие Представлено Различных Точках Как это У транспортников Допустим То есть Это даже Техническую Представляет Иногда Сложность Не говоря О других Вариантах И Из Присутствующих Больше Половины Должно Проголосовать За Объявление Забастовки Причем Мы знаем Что Профсоюз Профсоюзы Даже Традиционные Сейчас Значительно Сократились И На Многих Предприятиях Они Составляют Меньше Половины Работников То есть У них Есть Возможность Начать Коллективные Переговоры Допустим Собрав Доверенности Но Одно Дело Собрать Доверенности На То Чтобы Начать Коллективные Переговоры Другое Дело Собрать Доверенности За то Чтобы Объявить Забастовку С учетом Того Что Необходимо Уведомить Работодателя За 10 дней До Начала Забастовки При этом Предоставить Ему Полную Информацию Касающуюся Сроков Начала Формы Проведения И Участников 10 дней Достаточно Приличный Срок Для того Чтобы Провести В том числе Индивидуальную Работу С Наиболее Так сказать Активными Потенциальными Забастовщиками И Убедить Их Тем Или Иным Образом Отказаться От Этой Идеи Таким Образом С одной Стороны Российское Законодательство Снижает Значение Профсоюза В объявлении Забастовки С другой Стороны Работникам Также В общем-то Не дает Такую Возможность Из-за Того Что Они Оказываются Под Непосредственным Давлением Работодателя Не Профсоюз Как коллектив Противостоит А противостоит Каждый Отдельный Работник Который Должен Индивидуально Принимать Решение О Проведении Забастовки И не Случайно В программе Программного Заявления Конфедерации Труда России Записано Право На Забастовку Фактически Ликвидировано Об этом же Пишет Известный Специалист Ирина Марксовна Козина В статье Забастовки Современной России Хотя Статья Уже Не новая Но Тем не менее Ситуация С того времени Не поменялась По подсчетам Экспертов Длительных Всех Обязательных Предварительных Процедур Кроме Того О чем Я говорил Составляет Не менее 42 дней Настолько Затрудняет Организацию Проведения Забастовки Что делает Законную Забастовку Почти Невозможной И поэтому Практически Невидимой В статистике Надо Сказать Что Вот Такое Драконовское Законодательство Сфере Забастовок Оно Характерно В основном Для России И Рассматривая Эту тему Я с удивлением Узнал Что Даже В странах Латинской Америки В Боливии Допустим В Уругвай В некоторых Аспектах Законодательство Касающееся Забастовок Оно Значительно Мягче Чем Российское Вообще Российское Законодательство Получается По своей По букве И духу Оно Одно из Наиболее Рестриктивных Наиболее Сильно Ограничивающих Право Работников На забастовку И Соответственно Ограничивающих Право Работников На Ассоциацию На Ассоциацию Что Нужно Со Всем Этим Делать Во-первых Необходима Конечно Теоретическая Борьба По этому Вопросу Потому Что Вот Этот Вопрос И Особенно Сравнительный Анализ Законодательства Это Выявление Несоответствия Закона Несоответствия Трудового Кодекса И закона О профсоюзах Конституции Российской Федерации Это Фактическое Ограничение Права Конституционного Права Работников На Забастовку Вот Этот Аспект Должен Широко Освещаться Необходимо Действовать И через Профсоюзы Уже Имеющиеся И через Вновь Создаваемые Профсоюзы И через Объединение Профсоюзов И через Политические Партии Безусловно И Здесь Необходимо Добиваться Того Чтобы В российском Законодательстве Произошли Изменения Которые Сделали бы Забастовку Осуществимой И Эффективной Понятно Что С одной Стороны Мы Понимаем Что Современное Российское Государство Это Государство Работодателей И оно Отстаивает Его Интересы Но Тем не Менее Тем не Менее Значит Оно Хочет Выглядеть Цивилизованным А Цивилизованный Подход Состоит В том Что Работники И работодатели Должны Быть Уравнены Права То есть У них Они должны Начинать Вот это Соревнование Это Социальное Партнерство Так называемое Которое Тоже Записано У нас В Конституции В Трудовом Кодексе Только Ничем Не гарантировано Так Вот Сторонам Социального Партнерства Нужно Дать Так сказать Равные Шансы Вот сейчас Эти шансы Заведомо Не равны Поэтому Один из аспектов Борьбы Которую Нельзя Упускать Из виду Это Борьба За внесение Изменений В российское Законодательство Потому что Необходимо Дать Трудовым Коллективам В руки Это оружие Дать Возможность Проводить Забастовку И дальше Я думаю Что Трудовые Коллективы Добьются Всего Сами В том числе И Право Забастовку Совершенно Верно Подводя Итоги Значит Ограничение Права На Забастовки Численностью Входящих В профсоюз Членов Ограничивает Тем самым Само Право На объединение В ассоциацию В профессиональный союз И должно быть Снято То есть Любой профессиональный союз На предприятии Любая профорганизация Независимо От Числа Входящих В него Членов Должна Иметь Право Начать Борьбу О заключении Коллективного Договора Переговора Вернее О заключении Коллективного Договора Начать Коллективный Трудовой Спор И Соответственно Иметь Право На забастовку Такие Примеры Есть Страны Где Достаточно Двум человекам Объединиться Для того Чтобы Объединить Забастовку В том числе Я уж не говорю о том Что Есть Даже возможность Индивидуальной Забастовки Но это Конечно Уже к делу Не относится Это нельзя Рассматривать Как коллективные Действия Далее Проведение Забастовки Работников Которые Не входят В этот Профессиональный Союз Не ограничивает Права и Свободы Других Работников Поскольку Забастовка Любая Забастовка По действующему Российскому Закодательству Она может Проводиться Только в целях Улучшения Положения Работника Соответственно Если Мы боремся За улучшение Положения Значит Оно Не ухудшает Дальше Ограничение В праве На проведение Забастовки В зависимости От числа Восходящих Профсоюз Работников Препятствует Созданию Новых Профессиональных Союзов Так как В начале Своего Пути Они По Вполне Понятным Причинам Не могут Охватывать Более 50% И Соответственно Не могут Оставить Своё право На объединение Его участники Тем самым Создается Преимущество Для работодателей Которые Могут Воспрепятствует Работе Вновь Созданного Профсоюзного Объединения В том числе И направленное Увеличение Численности Его членов Уже Тем самым Нарушается Пункт 4 С. 13 Конституции Российской Федерации И Закон О профессиональных Союзах То есть Какие-то Профессиональные Союзы Из ранее Созданных Они Получают Преимущество Что Необходимо Общественным Организациям Политическим Партиям Выступающим За интересы Работников Профсоюзным Организациям Необходимо Выступить Единым Фронтом За Несоответствующим Конституцией Российской Федерации Нормам Международного Права Ограничение Права На забастовку В зависимости От численностей Входящих В профессиональный Союз Или Иной Представительный Орган Работников И Внести Трудовой Кодекс Российской Федерации Соответствующие Поправки Ну О дальнейшем Уже Может Ити Речь О дальнейшем Совершенствовании Забастовочного Законодательства Необходимо Первое Ну Первое О том Что я сказал Второе Объявлять Забастовку Непосредственно Самому Самой Профорганизации Голосование Проводить Внутри Профорганизации То есть Не Обязывать Привлекать Всех Или Половину Работников Предприятия При условии Согласования Минимума Работ И услуг Во время Забастовки Выплачивать Бастующим Заработную Плату В соответствии С тарифами И расценками На данные Работы И услуги То есть Минимум Работ Которые По законодательству Должен Выполняться Он должен И оплачиваться Считать Что простой Работников Не участвующих В забастовке Относится К простой По вине Работодателя С выплатой Им Не менее Двух третей От среднего Заработка Почему Это важно Потому что Сейчас Вот этот Закон Вот этот Момент Четко Не прописан И речь Идет О тех Кто не Участвует В забастовке Вот есть Там Половина Коллектива Бастует Половина Не бастует Но Они Не могут Работать Потому что Прервалась Технологическая Цепочка Значит Соответственно В этом Случае Возникает Простой Чем Он Вызван Вот В российском Законодательстве Сейчас Четко Не прописано И может Трактоваться Двояко С одной Стороны Поскольку Это их Рабочие Места Они Целиком Находятся Под Контролем Работодателя То Это Может Рассматриваться Как Простой По вине Работодателя В этом Случа Они Получают Две Третьи От Среднего Заработка Но Работодатель Трактовать Это Иначе И Закон Дает Ему На это Право Он Может Трактовать Это Как Простой По Независящим Ни от Кого Обстоятельствам Ни по Вине Работника Ни по Вине Работодателя И В этом Случае Выплачивается Две Третьи От Оклада Оклада Какие Это Имеет Последствия А Самые Непоследственные Это Настраивает Работников Которых Не Участвуют В Забастовке Против Бастующих Потому Что По Их Вине Они Лишаются Так Сказать То есть Это Возникает Дополнительное Психологическое Давление А иногда И Непсихологическое Почему Не Участвует А Вот Это Тоже Интересный Вопрос Не Участвуют Они Потому Что Если Забастовка Будет Успешной И Будет Подписан Коллективный Договор То Они Получат Все Блага Не Прилагая Никаких Усилий Вот Поэтому И Не Участвуют Вот Этот Момент Тоже Специально Заложен В законодательстве То что Действие Коллективного Договора Распространяется На всех Участников Независимо От того Состоят Они В профсоюзе Участвовали Или Не Участвовали Поэтому Здесь Также Необходимо Внести Изменения То есть Заключен Коллективный Договор И он Действует Только В интересах Той Группы Работников Которая Его Заключила Это Будет Дополнительным Стимулом Для того Чтобы Все Работники Участвовали В Коллективных Действиях Ну и Наконец Внести Запрет Для Работодателей Занимать Рабочие Места Бастующих Другими Работниками И Пользоваться Во время Забастовки Услугами Агентств Во временном Трудоустройстве Современное Российское Законодательство Это Не запрещено Локаут Так Называем Запрещен Ну Пожалуйста Вот Те Кто Остались На производстве Те Кто не Участвует Забастовки Они Могут Заместить Так Сказ Бастующих Ну и Были Примеры Когда Сотрудники Офиса Там Вставали Конвейеру На Хайнике Не Был Такой Случай Что 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 Так Не Способствует Любви Тех Кто Не Участвовал Забастовки К Забастовщикам И Наконец Можно Нанять На эти Места Временно Постоянными Работниками Заменить Нельзя Но Тем Не Менее Сейчас Полно Агентств По Временному Трудоустройству Пожалуйста Вам Приведут Вахтовиков Которые Займут Эти Места Работодатель Ничего Не Потерять Таким Образом Есть Круг Вопросов Которые Необходимо Решать И решать На законодательном Уровне Для того Чтобы Решать Необходима Борьба Уже Не Экономическая Борьба Политическая Но Коллективы Должны Осознавать Свои Интересы Осознавать В каком Направлении Нужно Двигаться И В том Числе Отношения Забастовка И Отношения К профсоюзам Это Критерий Социальной Направленности Той или иной Партии И той или иной Организации Если мы Возьмем И существующие Партии Например Коммунистическую Партию Российской Федерации То в ее Программе Слово Забастовка Упоминается Один раз И В таком Абстрактном Смысле Про Единую Россию Я уже Не говорю Про ЛДПР Единственная Партия Которая Имеет В своей Программе Требования По Изменению Трудового Законодательства Законодательства О профсоюзах И Соответственно О забастовках Это Справедливая Россия Но мы знаем Что за все Эти годы В общем-то Никакого Так сказать Толка От того Что в этой В их программе Записаны Эти требования К сожалению Не было Ни Соответствующих Законов Ни Соответствующих Изменениях Трудовой Законодательств Трудовой Кодекс Внесено Не было Поэтому Поле Непахано Нужно Заниматься В том числе Вот Разработкой И Пропагандированием Вот этих Изменений Спасибо Непахано Непахано Продолжение следует